Итак, друзья, мы уже заняли себе место, постелили свою постилочку на пляже GBR и идем пробовать водичку. Жена все-таки, наверное, не будет плавать, сказала сейчас. Сын уже попробовал водичку, уже его выгнали из воды, чтобы он там не мертв. Вода, ну... По ощущениям, такая прохладная водичка. Посмотрим сейчас и попробуем залезть. Действительно, как бы, людей в море самом немного. Потому что, ну, реально так, вода не очень теплая, хотя это на первый взгляд. Вот я зашел, постоял в ровную минуту, первая минута была реально так вот прохладно, а сейчас вот уже более так вот, ну, как-то привык, адаптировался к температуре воды. Так что, я думаю, сейчас поплаваем. И еще, что здесь? Есть небольшая волна. Волна совсем небольшая, но, в принципе, детям покататься достаточно. И не стоит переживать за то, что вас у тебя не создают. Денис, 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 иди сюда. Как вода? Теплая. Теплая? Серьезно теплая? Не замерз? Нравится тебе здесь? Да. Я рада забирать. Молодец, хорошо, забирай. Как видите, нашему семилетнему сыну вода, конечно же, теплая, но на самом деле людей купается немного. То есть, единицы буквально находятся в море. Но, опять же, повторяюсь, значит, вот простоял я буквально пару минут в море, и водичка ощущается как теплая уже. После того, как зашел в море, немножко постоял, и тело адаптировалось к температуре водички. В общем, погнали пробовать, погнали плавать, друзья, в этом Пресвитском заливе на пляже Джибиар. И буквально немножко в этом видео, друзья, я вам покажу, что же есть на пляже Джибиар под водой. Как вы видите, хоть водичка и мутная от песочка, но абсолютно ни разу за все время пребывания в Дубае я ни разу не встретил никакого мусора в воде на пляже Джибиар в Дубае-Марине. То есть, ни кулечков, ни бумажек, ни окурков, вообще никакого мусора я не видел, в отличие от других пляжей, которые есть в Дубае. Также я постараюсь для вас сделать отдельный обзор тех пляжей, которые я посмотрел в Дубае за все это время пребывания. Естественно, покажу вам все эти детали в отдельном видео и проведу для вас небольшой анализ, чтобы вам было понятно, в чем отличие того или иного пляжа и что же вам будет интереснее и на каком пляже в Дубае вам будет комфортнее, чтобы вы могли правильно выбрать себе гостиницу, которая будет удобно расположена по отношению того или иного пляжа. Так, друзья, мы уже с сыном поплавали в море. Значит, рассказываю вам свои ощущения. На первый взгляд, как только залазишь в воду, изначально водичка кажется немножко прохладной. Но буквально через две минуты, как только вы залезли и адаптировались, вода встает гораздо по ощущениям теплее. Во всяком случае, это было у меня. Сына вообще не выгонишь из воды, ему все это тепло кажется. И, ну, на самом деле реально тепло. Супруга моя так и не залезла почему-то в воду. Не знаю, может быть, ей показалось, она прохладная. Но водичка реально теплая. По состоянию на 3 марта 2019 года вода теплая. И плавать можно долго. Почему мало людей в воде, я не знаю. Как бы, может быть, просто из-за того, что на данный момент мало наших граждан, славянских граждан. Потому что обычно, чаще всего, пляжный отдых любят наши граждане. Украинцы, россияне. Ну, то есть славяне. Дальше. Сама вода из пляжа, она абсолютно кажется чистой. И нету никакого мусора. Это действительно так. Но под водой, как вы увидели, нету абсолютно никакой видимости. Поэтому, не знаю, рыбок здесь не видел. Скатов еще не видел. То, что говорят отдыхающие, что здесь есть каты, ну, пока что я еще не заметил этого. В общем, друзья, мне очень понравилось. И вода, еще раз говорю, абсолютно теплая. Просто на первый взгляд она ощущается. Вот только заходишь в море, она немножко кажется прохладной. Все это из-за того, что здесь присутствует ветерок. Но, когда ты находишься в воде, ветер абсолютно не чувствуется. И в воде достаточно тепло. Что касается того, что мы можем увидеть под водой. Значит, это абсолютно не Египет, где идеально прозрачная водичка. И даже не Турция. Но под водой мы увидели, что водичка мутная за счет того, что здесь песчаный пляж, за счет того, что здесь идет небольшая волна. Поэтому под водой интересного ничего не увидишь. Но зато есть здесь прикольная такая штука. Вот реально на волне можно покататься детям на кругу. И это небольшое, но все-таки развлечение для ребенка. Желательно, конечно, следить за вашим ребенком. Но никакой опасности эти волны для детей не представляют. Дальше. Значит, заход в море пологий. Очень пологий. Но на дне есть при заходе камушки. Ракушки такие мелкие. Нужно аккуратненько заходить. Если у кого-то чувствительные ножки, то обязательно одевайте коралки. будет гораздо комфортнее. Но лично для меня и для моего сына эти ракушки именно при заходе никакого дискомфорта не составляют. И вот, друзья, мы уже где-то полчаса находимся на пляже. ГБР. Людей стало уже немножко больше в воде. Это видно вот с этой стороны. Просто я разговариваю и показываю вам это немножко с другого ракурса. из-за того, что оттуда, из-за спины дует ветер. И если я буду все время направлять камеру с микрофоном в эту сторону, то вы абсолютно ничего не услышите. Поэтому вот смотрите. Сейчас за моей спиной мы видим, как людей в море стало больше. И, видимо, люди пришли уже на пляж для того, чтобы поплавать в этом море. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok